Участники первого совета пленили Калипсо. Мы станем теми, кто ее освободит. И в благодарность за это она щедро отделит нас благами. Кого это нас? Тебя? На мой взгляд, все это глупая брехля. А ты придумал что-то получше? О, добр. Скажи, каракатицы. Так. Вспомним, любезные братья, о братьях наших меньших, каракатицах. У них еще щупальца, как сосиски. В замкнутом пространстве они тут же слопают друг друга. Такова наша природа. То есть природа морских гадов. Так что можно окопаться здесь с едой и пистолетами, и через месяц в живых останется половина. Перспективка-то мрачная, как ни посмотри. Или? Как мой ученый-коллега предлагает по своей наивности, можно освободить Калипсо, уповая, что она проявит милосердие. В чем я сомневаюсь. Можно ли закрыть глаза на то, что она брошенная женщина, и фурия в аду по сравнению с ней ничто? Конечно, нет. Рес и псалоквитур табулен науфрагио. Остается лишь один выход. Нет, я согласен. И мне самому не верится, что я говорю это. С капитаном Слово. Нужно сразиться. Но ты же обычно сбегал с поля боя. Вот и нет. Вот и да. Вот и нет. Вот и да. Вот и нет. Вот и да. Сам знаешь об этом. Вот и нет, клевета и ложь. Просто я всегда следовал благороднейшей из пиратских традиций. Я полагаю, что сейчас нам следует поступить так же. Завязать бой, а потом сбежать. Да! Как гласит пиратский кодекс, объявить войну, а иначе это не назовешь, имеет право только король пиратов. Ты все выдумал. А вот и нет. Я вызываю капитана Тига, хранителя кодекса.